Здорово, ребята! Ну что ж, у нас сегодня необычный выпуск в плане... Я тут подборочки сделал очень интересные. Смотрите, сегодня будут вот эти ролики, дальше пойдут GTA-шки все, вот это вот все дело, потом все FNAF-ы, потом у нас будут игры Мистера Бина, я 8 штук подобрал. Дальше... Дальше у нас сосед будет, вы слышите, да? Это сосед у нас, подборка соседская. Дальше 8 Tower Defense игр, смотрите. Дальше 6... Ой, каких 8? О чем я говорю? Здесь 16, здесь 16, здесь 12, это гонки. Дальше у нас будут раннеры, 8 игр, самых популярных, адекватных таких игр, где бегать бесконечно. Здесь у нас про Майнкрафт подборочка, посмотрите, как я подобрал вообще прям. Дальше у нас что будет здесь? Здесь у нас Pixel Gun и похожие игры на эту игру. Ну, все ходите там, знаете, стреляете всех, типа как Майнкрафт плюс пиксели, в общем, очень похоже на все это дело. Ну и в конце 3 в ряд у нас будет. Кстати, первая игра не играл, вот эта новая, она мне может понравиться. И еще вот эту не играл, Dream Home Match. Вот эту вроде играл последнюю. Так что вот такие игры у нас ждут в ближайшее время, а сегодня ролик посвящен вот этим играм. Это у нас Слендрина, Грэнни, первая Грэнни, вторая, Балди Бэйсикс, Скерри Тичер, Бэнди, привет сосед и летс гоу кемпинг. И начинаем, погнали. Заря не извиняюсь за соседа, я ничего не могу с этим сделать. Я ждал где-то час, даже полтора. Думал, он закончит, но не закончил. Так что придется играть как есть. Ну что ж, пройдем наконец-то Слендрину или нет, а? Пишите в комментариях, смогу я пройти, не смогу. Здесь на самом деле какая сложность не влияет. Что на харде, что на изи, невозможно, по-моему, проиграть. Только иногда это мне везет и все. Но это неважно, какая сложность. Так, ну что, мы ходили все время в какую сторону, как правило. Давайте попробуем налево вроде ходил или назад пойти. Давайте попробуем налево. Кто знает, в чем разница между сложностями в этой игре, потому что я как бы не понимаю, что меняется. Потому что легкая сложность, высокая, ничего не изменяется вообще. Может быть, скримеров больше, но, по-моему, и на легкой здесь скример был. Вау, 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 вау. Ну, это скример нормально, он тут всегда, на самом деле. Просто, может, больше скримеров, надо быстро отворачиваться от них. Так-то ничего сложного нет. Так, надо запоминать, как мы идем, а тут лабиринт, вы же знаете, что-то валяется, смотрите. А нет, это... А у вас даже не видно, наверное, это... Непонятно, что... О, тут реально всегда книга валялась, я не помню, что прямо вот в проходе в каком-то была книга. Но мы идем сюда, скорее всего, я не пойду туда. Здесь, скорее всего, тупик, я хочу посмотреть, что здесь. Нам ключи нужны, потому что... Видели? Я увернулся. Это был скример, по сути. Ой, это ключ был, да. Оказывается, ключ может быть просто в проходе в туннеле в каком-то. Здесь я ключ, кстати, использовал, здесь закрыта дверь была. Так, вот здесь в каком-то месте книжка лежит, но здесь нет книги. Кто не знает, нам надо 8 книг найти, и все. И все. И мы, наверное, победим, я не знаю, на самом деле. Я 7 находил, 8 не мог найти, и все, на этом заканчивал. Я не знаю, где 8 была, я все двери открывал, все лабиринты проверял. Видимо, где-то какой-то проход, я его не проверил. Короче, на этой сложности просто скримеры, ничего страшного. Надеюсь, вы там не пугаетесь. Кстати, я не понимаю, зачем шкаф... А, потому что здесь скример в шкафу, я понял. Я думал прятаться, но здесь же прятаться, по-моему, нельзя. Ну-ка, давайте проверим. Видите, я не могу закрыть. Это же не Грэнни какая-нибудь. Здесь нельзя закрыть просто после того, как ты открыл. Даже, по-моему, вот эту дверь нельзя закрыть. Смотрите, видите, мы открыли, ее нельзя закрыть назад. Поэтому такие дела. Так, что здесь у нас? Просто тупик. Хорошо. Просто тупик, идем дальше. Значит, у нас ключей снова нет, мы использовали. У нас две книги, и здесь ничего не было, по сути, какой-то... А, нет, была книга. Да, мы открыли дверь, использовали ключ, и... Хотя нет. Ну да, чисто скример. Я даже забыл, откуда я шел, по-моему, оттуда. Ну, здесь мы все проверили, идем назад, значит. Слиндриночка. Как вам такое название? Слиндриночка. Нравится, не нравится? По-моему, здесь не были. Да, здесь книга лежала, я сюда дальше не шел. Так что мы заодно исследуем. Учисто очень длинный проход. И куда он? Подождите, что? Просто тупик, да? И сейчас будет скример. Ну-ка, давайте смотреть. Просто скример. Я ничего не буду нажимать. Давайте просто увидим скример. Ну, сто процентов должно быть. Нет, нет, скримеры. Мы чисто назад идем, такие оп, и снова скример. Нет, нет, скримеры. Скримеры закончили. Так, это мы оттуда шли, что ли? Я забыл просто. Это что? Это где выход, да? Нет. Это что здесь? Я не знаю, почему я проиграл. Я отвернулся. Я отвернулся, но дальше ничего нельзя было нажимать. Просто экран завис. А что help написано? Нажимайте на двери, чтобы открыть их. Найти 8 ключей и перейти к двери с названием exit. Ну, в начале которая. Находите ключи, чтобы открыть двери. Книги и ключи могут быть, находиться где угодно. Ну, абсолютно написано, прям везде надо искать. Им быстро порачиваться назад, когда цилиндрина тебя видит. Ну, короче, я не успел повернуться. Я не знаю, почему, но не сработало что-то. Типа, там уже здоровье есть просто. У меня бы, типа, было мало здоровья, и ты, когда уже теряешь здоровье, уже не можешь повернуться. Кстати, давайте после скримеров, смотрите, что я приготовил. Ой-ой-ой, вы знаете, да? All these поймут, о чем я. Это вот, чтобы не заснуть и чтобы... Чтобы челлендж какой-то был. Кстати, лимон очень такой получился. Как сказать, твердый, очень твердый какой-то, немного горький даже. Но он кислый, но горький. Кожура горькая. Так, ну что ж, начинаем. Руки мои готовы, Грэнни. I see you. Я вижу тебя. Чего я на русский, кстати, не перевели? Тут всего одна фраза, мне кажется, в игре, или там две. Я тебя вижу, и еще что-то там. То есть тут нечего переводить вообще одну фразу чисто. Я тебя вижу. Вот так вот перевели бы, и все, уже было бы намного страшнее бегать, чем что-то она там. Я не помню, где она в начале. Здесь закрыто, да? Ой-ой-ой, нет. Меня нету, меня нету. А здесь можно прятаться. Смотрите, я просто за... Она, надеюсь, наверх не пойдет. Она вот там, наверное, стоит, видит там... Там упали картины. О, они снова появились, оцените. Я даже не знал. Смотрите. Куда она пошла, налево или направо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, меня здесь нет, тихо. Она не увидит. Да, она... Она проверила шкаф. Она проверила шкаф, но потом почему-то пошла дальше. Ладно. Ладно, давайте вторую. Вторая все-таки поинтереснее. Первая уже все прошли, кроме меня, наверное. А вторую часть, я думаю, не все прошли. Здесь сложно. Давайте с дедулей и бабулей здесь выберем. В прошлый раз я не помню, что я играл. Я выбирал, по-моему, только дедулю, потом только бабулю. А сейчас будем играть. И так, и так. Видите, босс. Оба. Оба доступны. Сложность изи. И графику максимальное качество поставим. Давайте попробуем минимально, насколько будет ужасно все выглядеть. Я не помню, пробовал я или нет на минимальную графику. Сейчас мы узнаем об этом. Ну, грузись. Грузись, грузись. Интересно, третья часть уже в разработке. Выйдет третья часть уже Грэнни. Раз она такая популярная. Уже, наверное, делают третью часть. Это как в Five Nights at Freddy's. Пять Nights at Freddy's будут выходить Грэнни 3 и Грэнни 4, я думаю. Да? Согласны, что так будет или нет? Или это так фантазия Андромалика просто? Просто вот я такая мысль в слух. В реальности такого не будет. В реальности они больше не будут выпускать. Они выпустят другую игру под другим названием. Так. Я вниз спущусь. Просто здесь иногда вещи появляются нужные мне. Это для вскрытия сундука. Лом. По-нашему лом называется. Кочерга такая. Half-Life. Кто играл, понимает о чем. Нету, короче, здесь ничего. Бывает шанс, что там появится, если что. Может быть, вторая ночь, я не уверен. Кстати, это... Я не понял, здесь колокольчик был. Я что, наступил на колокольчик? Ждите. Вы слышали колокольчик, да? Музыка какая-то заиграла. Слышите? Я не понимаю, что это. Я думаю, что я зацепил. Просто и ко мне сейчас идут сюда. Поэтому я спустился в ней. Кто-то ест что-то. Слышите? А вот вторая фраза ее. Ты хочешь поиграть в порядке? Хайд и сик. Вот сейчас мы их сюда позовем, кстати. Я так уже делал. Смотрите. Запоминайте. И сразу бежим вот сюда. Так. А, здесь камера, кстати, стоит. Они могут и видеть меня. Они вот отсюда, по-моему, пойдут туда. Вот смотрим за ним. Сейчас вот отсюда такая бабуля прибежит. Дедуля я не знаю, а вот бабуля придет точно. Она идет, смотрите. Сейчас будет, я не могу не быть правым. Где она? Может она застряла? Или откуда она должна идти? По-моему, она отсюда должна идти. Она, мне кажется, вообще ничего не услышала. Видимо, она там что-то в ванну принимает. Какие-то звуки странные. Кто-то что-то кушает. Это здесь? Или она сверху кушает? Я вот не понимаю. Здесь же кухня как бы. Здесь столовая. Я слышал, кто-то ест что-то. На каком этаже, непонятно. По звукам. Так, здесь спальня. Может она поела и пошла в спальню сейчас? Да нет, никого нет. Опять какие-то... А, она душ в ванну принимает, да? А в ванну можно, по-моему, попасть как-то. Сейчас вспомню, как. Где-то решетка, короче, на полу. Можно прям в ванну сразу провалиться. А вот она, вот она. Видите, я все разбираюсь. Я знаю. Нет, никого нет, Ваня. Может она уже ушла отсюда? Да, походу она была здесь реально. Руки мыла или... Закройся. Ладно, не повезло. Погнали в Балди. Балди. Так, ну ладно. И челлендж. Я сейчас не смогу, наверное, немножко комментировать, пока вот это вот я беру. Лимончик этот. Ой-ой-ой. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, он не супер кислый. Добро пожаловать в Балди's Basics in Education and Learning. Это я. У меня аж слезы пошли. Кисловатый все-таки. Все-таки кисловатый. Но он полезный. Все-таки лимоны надо есть, ребята. Я плохого не советую. Возьмите лимончик тоже. Купите, покушайте. Так. 7 плюс 6, 13. 9 плюс 4, 13. Блин, два раза 13. Ну это оригинальный Балди только. Ну он как бы оригинальный, но... Оригинального нету, по сути. Это все делали люди, которые... Переносили игру с компьютера. Потому что игра выходила изначально только на компьютере. На телефонах ее не было. Ни на планшетах, ни на телефонах. Поэтому... Поэтому все эти... Это не оригиналы, короче, ребята. Вы мне говорили оригиналы. Да, они похожи на оригиналы, но оригинала нет. Оригинал, короче, заходите, пишите в гугле, в поиске. Балди Бэйсикс. И, по-моему, первая ссылка, это оригинальный сайт, где разработчик оставил эту игру. И там можно скачать ее бесплатно, по-моему. Ну, поиграть. Поиграть на компе в браузере, по-моему. Ну, я не знаю, там клавиатура работает или нет. Я не скачивал, потому что у меня же есть на планшете. Зачем мне ее скачивать? Поэтому... Ну, для тех, у кого нету телефона планшета, можете написать Балди Бэйсикс. Здесь були должен быть. Ой-ой-ой, не-не-не-не-нет! Я думал, он повернет. Ненавижу, когда он сюда отправляет. Вот что это такое, кстати, нарисовано? А, это... Это типа щетка, пылесос типа. Типа, типа, типа. Так, где выход-то вообще? А, вот дверь. Так, где бабуля теперь надо понять? Только меня сейчас... Он меня сейчас сдвинет, да? Надо выйти оттуда. Ой-ой-ой-ой! Он, походу, его сдвинул в меня. Я просто не хотел выйти, он меня бы зажал просто. Я иногда через текстуры перебрасываю. Когда ты... У меня были ролики, когда он в угол загонял меня, я просто проваливался через стенку в другую сторону, где ничего нет, где уровня нет. Это, по сути, было интересно, кстати. Можете найти старые ролики, поймете, о чем я. Так, ну что у нас, училка тут? Училку, кстати, я почти прошел. Смотрите, тут буквально пару уровней осталось. Вот, смотрите, сейчас покажу. Так, вот. Вот этот уровень, кстати, не пробовал ни разу, я его только открыл. И останется сколько уровней? Четыре, пять, шесть. Ага, так тут добавили. Было меньше уровней. Обновление вышло. Смотрите, сколько я уже прошел. Раз, два, три, четыре. Это пятый, да, уровень? Пин атак. Значит, вот такую вот заклепку, или как она называется правильно, надо к стулу примотать. Положить на стул, вернее. Она говорит, я люблю так, люблю чай. И прям положила прям в торт, смотрите, чай. Нарисовано так, текстура, плохо. Ак, она наверх поднимается, судя по всему. Или нет, она не пошла наверх. Ну, значит, мне надо заклепку найти вначале. У меня же нет заклепки. Где может быть заклепка? Ой-ой-ой-ой-ой. Погнали наверх? Она, наверно, не увидит, что я с ее бегу. Все, она не покажет ее. Так. Есть какая-то штука, есть какой-то это. Это все не то. Мне нужна заклепка, есть капкан. Может капкан, чтобы она застряла, не бегала за мной? Подождите, 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 подождите. А что мы девочкой какой-то играем? Мы же парнем играли. Как-то я поменял так. У меня уже другой персонаж получается. Ну, не получилось, ладно. А, кстати, в Бенде я продвинулся дальше. Сейчас покажу вам, где я. Надеюсь, сохранилось, потому что я там прошел. Я не уверен, сохранение было, нету. Потому что в этой игре сохранение очень странно работает. Только когда ты какой-то предмет найдешь, еще что-то, выполнишь задание, и тогда только сохранение идет. Но я выполнил наполовину, по-моему, что-то. Сейчас посмотрим, где я. Вы, надеюсь, уже прошли Бенде этого? Так, континью нажимаем. Так, сейчас, сейчас. Надеюсь, сохранение там, где я думаю. Буду с геймпадом играть, если что. Если не видите моих рук, это геймпад работает. Ну, давай, давай, давай. Загружайся. Так, где мы? Я тут что-то электричество включал, насколько я помню. Активировал, да? А, я только прошел, походу, это новое место. Я здесь, не, я здесь был. Так, нажали. А, я снова должен нажать, я это уже все находил. Короче, сейчас покажу. Вот, первый переключатель там я нажал. Здесь можно сломать, да, можно. Блин, как медленно я отползу здесь по чернилам этим. Сейчас покажу, где вторая. Ее, кстати, можно не заметить. Смотрите, вы видите, вот сюда. Обратите внимание, видите? Второй переключатель, второй рубильник. Вот. И третий, третий, третий где-то здесь был прям. Прям очень близко. Вот он. Так, а еще прикол покажу сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо Бенди найти. Наверное, дальше он будет. Вот этот Бенди, смотрите, прикол. Смотрите, смотрите. Вот я его разрубаю. Нету Бенди, да? Смотрите, поворачиваюсь. Бенди снова, видите? Смотрите. Ну, как бы нету его, видите? Если мы отходим так, то его никогда нету. Но как только мы его так сделаем. Сейчас, чуть больше, наверное. Он снова здесь, видите? Вот такой прикол. Это, кстати, не только этот Бенди. Там есть еще один, чуть дальше. То же самое, его разрубаешь. Я не знаю, что это такое. Может, это секретка какая-то. Кто знает, напишите, пожалуйста. Мне будет интересно узнать, что это такое. Так, значит, что здесь мы делаем? Что мы тут делаем? А здесь надо начать... Вот этот рычаг я тогда не нажал. И получается, не сохранилось. Сейчас я вот прошел дальше. Так, а приседать можно в этой игре? Не, приседать не будем. Сейчас разрубим, пройдем дальше. Мне кажется, вторая глава должна начаться. Это ж не вторая, это сейчас вроде первая. Дальше я не помню вообще ничего. Что здесь? Здесь написано музыкальный... Департмент. Ну, и вы понимаете, наверное, что это значит. Здесь музыку создавали для мультфильмов. А, вот конец, наверное. Экзит, это конец первой главы, скорее всего. Нам нужно откачать воду, чернила, вернее. Чернила вот эти. Тогда мы сможем открыть дверь. Так, что-то закрыто. Дверь есть какая-то. Но закрыто. Значит, мы идем наверх куда-то. Сейчас посмотрим, что здесь. А, нет, это уже вторая глава, походу. Да, это вторая. Там дальше свит же можно включить, по-моему. Да, я здесь застревал, я вам еще показывал это. Я застревал, но вы мне, по-моему, подсказывали, какие инструменты понажимать. В каком порядке я открывал, по-моему, все это дело. Ну да. Ладно, а тут долго проходить. Я помню, как застревал. Погнали проверим наш любимый бак. Это я показываю тем, кто не видел, короче, бак. Привет, соседи. Сейчас я его вам покажу. Кстати, смотрите, что у меня еще есть. Скитлз. Скитлз. Это был, кстати, мне, наверное, зеленый брать. Зеленый и кислый вроде, да? А эти, они такие, они вроде сладкие, что ли. Сейчас посмотрим. Блин, что-то открыть не могу. Я уже открывал, но закрыл хорошо. Реально, не могу открыть. Вообще никак. О, открыл. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь. Так, мне попались вот такие. Ну что ж, пробую вот эту. Сейчас будем загрузочку. Ну да, они не кислые, они типа сладкие. Ну, чуть-чуть есть, конечно. Кислитель. Ну, а есть, а зеленые, вернее, салатовая упаковка. Там, по-моему, вообще кислятина. Здесь, кстати, вкусы написано, какие есть. Персик, смотрите. Вишня. Арбуз. А, так тут два вкуса. Персик, манго. Вишня, лимонад. Арбуз, клубника. Ягода, дыня. Какая ягода, непонятно. Ягод же много бывает. Малина, лимон. То есть, я сейчас взял малину, лимон. То есть, внутри лимон. Снаружи малина. Я так понимаю, да? То есть, тут двойные вкусы. Срок годности до... Срок годности до августа 15-го. Пишевого года, 20-го. Так что я не умру. Надеюсь. Ну что ж, мальчик, беги. Я просто баг покажу ребятам. Можете своим друзьям даже показывать. Я думаю, никто не знал до того, как я это показал. В общем, начинайте новую игру. Я не знаю, кстати, на андроиде есть. По-моему, на андроиде я тоже играл, тоже баг был. Я уже не помню. Я, кстати, интересно, на консолях. Это же есть игра на консолях, на компьютерах. Там тоже есть этот баг. Вот, подходите сюда. Видите, первый забор. Перетрыгиваем. И идем сюда. Все. И мы, типа, падаем. Какие-то буквы. Какой-то город вдалеке виден. И после этого мы, типа, умираем. Или что? И начинается игра. Как будто мы дошли до этого места, до дома. Но мы не дошли до него. Вот такой вот глюк. Интересно, а разработчики вообще знают наличие этого глюка? Глюк бага. Потому что я только его показал. Я больше нигде не видел его. Кто-нибудь вообще знает про этот баг? Или это только у меня на этом iPad? Но я вроде на андроиде тоже видел этот баг. У меня же тоже самсунговский, который планшет. Я вроде тоже показывал. Но я вот не помню насчет этого. Может быть, там и не было. В общем, вот так вот. Ладно, погнали дальше что-то смотреть. Мы не играем. Я просто показал вам баг. Для тех, кто впервые смотрит мой канал. Я не видел этого. Let's go camping, Baldy. И все, и закругляемся. И я вам покажу, что будет в следующем выпуске. Через день или завтра. Я не знаю, как выезд. Через день или сразу. А, здесь, по-моему, смотрите. Смотрите, прикол еще показываю. Вот видите, игра запускается. Я ничего нажимать не буду. Вот моя рука, видите? Ничего не нажимаю. Ничего не происходит, да? Сейчас у меня Wi-Fi выключен. Нет интернета. Соответственно, реклама не может показываться в игре. И как только я нажму, она проверит, что у меня нет интернета, и выключится игру. Смотрите. А, нет. Я был неправ. Почему он тогда первый раз вылетел? Я думал, это из-за рекламы. Такое бывает часто. Думал вам показать прикол, но я был неправ. Он с парашютом, а сейчас с парашютом будем прыгать. Это, знаете, потому что это автобус с Фортнайта. Мы просто сейчас вылетаем с парашютом, прыгаем и выживаем. А прикиньте, какая прикольная игра была бы в Фортнайт, если бы там никто ничего не строил. Представьте, мне не нравится просто строительство в Фортнайте, поэтому я говорю, что Фортнайт – это какашка. Мне не нравится Фортнайт. Ну, а если бы там сделали так, что не надо было строить, или какой-нибудь режим специальный, чтобы без строительства, ну, тоже выживаешь Бэтл Рояль, но без строительства. Ой, что случилось? Ладно, вылетела игра. Значит, кодовая фраза этого выпуска. Слушайте внимательно, можете записать. Напишите всем в комментах. Только не пишите, что это кодовая фраза, просто скажите так, и все, чтобы никто не знал. Значит, кодовая фраза. Ешьте лимон, будьте здоровы. Все. Вот такая фраза. А в следующем выпуске все ГТАшки. Многие ГТАшки обновились. Кстати, вот про эту ГТАшку я вначале ее в магазине не нашел почему-то. Вот она. Странно, почему ее не было. Проверьте в своем магазине. Есть ли у вас вот эта ГТА? ГТА Liberty City Stories. Напишите мне, потому что я сразу не нашел почему-то. Какой-то глюк, или она не у всех есть, не знаю. В общем, вот это будет в следующем выпуске. До новых встреч. С вами был Андер Малик. И там ссылочки в описании, если что, можете в Инстаграм меня добавить. И в ВКонтакте группа есть. Ну, ВКонтакте я там особо сейчас уже ничего не пишу. Вот в Инстаграм добавляю все, видите, бубы. Там еще ничего интересного. Какие-нибудь игры буду показывать, какие играю. Если вы подпишетесь, конечно. У меня на побольше подписчиков, тогда буду что-нибудь делать. Все, пока. А то мне так лень. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова